Всех приветствую на своем канале. Этот видос будет посвящен пустым баночкам этого самого июня. Сегодня как раз 30-е. Вот тут у меня в пакетике. Не помню, чей он. Может, мне в нем что-то кто-то дарили. Может, я его где-то покупала. То бишь, дали в довесок. И, короче, вот тут у меня всякие разные пустые баночки. Не могу понять, как со светом лучше. Тут так поворачивала эту камеру. Она у меня сейчас, кстати, стоит на штативе. Которую я брала в деревню, с которого снимала. Вот, пытаюсь уловить. Вроде так вот светлее. Монтировать я не буду, потому что, во-первых, у меня очень дико сильное такое вдохновение перевода. Я сначала залезла в цветок. Следующую главу вчера отдала. Как обещала, приеду, на следующий день сдам главу. Залезла в цветок. Там первые несколько страниц были очень многословные. Учитывая, что предыдущая глава была вообще как-то малословная. Потом мне захотелось в Хамуру. Тамуру. Оказалось, что у меня вообще даже вне начата, никаким не клином, ничего, четвертая глава. И вообще надо распаковывать архив с анлейтом. Со сканами английскими. Потом, вроде как, надо бы пойти в Тарт, потому что Хамура, как бы, ну, не столь Тамура. Вообще, в последний раз в марте реализнулась. Вроде как, надо ее. И путно пообещала за полтора месяца сваять и не тянуть. Ну, вот, случилось же, в принципе, из-за переезда. Я застопорилась по поводу Тарты. Вроде, короче, хочется в перевод. Потом коту надо еды и мне кое-что еще. Ну, и я тут три часа уже как бы собираюсь. И попутно вот то одно пятое-десятое, наверстывало, упущенное. Смотрела последнюю серию Семи смертных грехов очередного сезона. Слились вообще наконец, мне кажется. И потом вспомнила, что я же собиралась писать пустые баночки. Еще я собиралась смонтировать и поставить хотя бы на монтаж второй ролик, который писала на другую, на Сонику камеру. Короче, у меня там два отдельных влога в деревне было. Ну, и вообще много чего я сегодня собиралась. Ну, раз уж собралась писать пустые баночки, и как бы мне еще вечером почти в гости куча всего, то решила сначала записать эти баночки перед походом в магазин. И вот у меня закончилась баночка. Это еще не Лельки из Тюмени, это моя баночка. Я ее покупала как-то тут, купила, короче, что-то вообще по какой-то дикой скидке за 25 рублей. Слушайте, когда привык мыть посуду горчичкой не один год, в общем, как-то странно оно такое. Вот оно такое вроде... Раньше мне его на дольше хватало, тут 500 грамм, кажется. Вроде супер качество, по супер цене. Русское средство для митья посуды. Ну, русское, я не знаю, тут просто рус написано. Типа по-русски средство для мытья посуды. Жидкое сорти бальзам с алоэ вера. Все вроде хорошо-хорошо отмывает. На губку капаешь до хрена. Короче, вот у меня как-то горчица меньше расходуется, чем вот это вот. Но зато моя подружка, которая любит помыть у меня иной раз посуду в гостях. Ну, в смысле, и со мной поесть, а потом ее помыть. Я считаю, что это нормально. Я, в принципе, тоже могу в гостях помыть посуду, если кому нужно. Ну, в смысле, как бы я люблю мыть посуду. Короче, в общем, она им хорошо... Ей оно нравится. Оно им хорошо помывает посуду. Горчичкой она вот тупо не умеет. А мне оно как-то... Ну, оно хорошо, конечно, моет посуду. Да, ничего сказать не могу. Вот она настолько неэкономичная вообще. В общем, ну, это для тех, кто умеет мыть посуду только вот такими средствами. Раньше она мне очень нравилась. Вообще, я раньше покупала каплю сорти, но, видимо, есть разные. Есть просто сорти, а есть капля сорти. Короче, вот, может быть, капля сорти была круче, а вот просто сорти не очень. ХЗ. Я давно его не покупала, не знала, вообще не помню. У меня тут, наверное, видос будет ссылочный такой. Потому что вот это у меня закончилась соль. Фараоновые ванны, соль для ванн, с эфирным маслом и ланг-эланг, гармония чувств. По-моему, на пару раз я его делала, хотя тут и написано, что способ применения 250-500 грамм, короче. А тут санкрас 500 грамм. Ну, в общем, на один-два раза вот это ванна, точнее, соль для ванн. Очень классная соль для ванн, хороший аромат, такой состав тоже приличный. Ну, соль для ванн, там, бла-бла-бла, значит, это эфирное масло и ланг-эланга и пищевой краситель Е133. Окрашивала воду в желтый цвет, растворялась полностью, никаких там камушков в задницу вам не впивается. Хорошая соль для ванн вообще, особенно когда устал, так как засунулся. Вот, ее использовала исключительно как соль для ванн, обычно я кидаю соль для ванн, пену для ванн, какой-нибудь сбор травы или еще какую-нибудь дрипуху. Короче, вот как-то так. Хорошая, спасибо, Лельке, это Лелька из Тюмени. А, ссылочные ссылки-то не будут, у нее канала нету, поэтому ссылки не будут, вот просто спасибо, Лельке. Так, вот у меня закончилось, на самом деле я и помогла закончиться, потому что тут еще бы, наверное, хватило ванн на 5. Но я вот сегодня, у нас со 2 по 16, точнее со 2 по 15-16, отключают горячую воду на районе. Влад писал, что у них уже в Москве отключили. Тут 500 мл, это у нас Эйвен, нежные лепестки розы, пена для ванн, 500 мл для чувствительной кожи. Вот это моя любимая, одна из любимых пен для ванн из вот этих вот пен Эйвен, из таких вот флакончиков Эйвеновских пен. Вот это одна из моих любимых пен для ванн. Видите, что тут случилось? А у меня никогда такого не случалось, она вообще очень хорошая сама по себе, она для ванн. Я ее использовала как гель для душа, потому что она мне настолько нравится, что я ее использовала как гель для душа. Я ее использовала как пену для ванн вообще саму по себе. У меня такой второй или третий флакончик, и я это сама покупала еще, когда была представителем Эйвен. вот у меня не знаю почему в общем она как-то треснула по вокруг своей оси и вот когда вот уже она вот так вот ее можно уже отсобачить и вот тут вот она на как бы еще держалась до сегодняшнего утра но когда ее я сначала думал пару колпачков вообще даже в принципе вот реально пара колпачков вот одно вот это деление один колпачок я кстати использовала даже как пену для тазиков для ног для ножных ванночек короче и узала даже расслабляет хороший аромат конечно химия ну как бы какая разница пена для ванн же в общем офигенная пена для ванн нежный аромат вот этих розочек ну и чё вот она вот отсобачилась и я приехала из деревни думаю ну поделаю ванны себе потом знала что у нас тут вода отрубается и как бы надо воспользоваться этой прелестями цивилизации горячая вода ванна ну и я за ее задела что-то я так выливаю 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 потом понимаешь она уже совсем вот эта крышечка и вот ну думаю чего вот так вот случится заденешь ее она упадет вылиться думала ладь нафиг вылить полностью в общем я так уделала ее тому же сегодня пустые баночки как бы я правда думаю наше и раньше у делаю но получилось так что соль для ванн я делала вот банны солью просто отдельно да и вот ее некогда было кидать потому что дело исключительно ванну с олью или там ванну с какой-нибудь травкой определенной но и вот в общем как-то то мне впервые такое случилось но на самом деле думаю что это единичный случай потому что первый раз такое было может быть там с переносом. Может, где-то она треснула, когда я её везла из той хаты в эту хату. Короче, нареканий к пене никаких нет. Вот, ну, с крышечкой только проблема была. Пойдёт на переработку, чё. В общем, всем советую такую пену за ванной. Смотрите, что она у меня тут. Крышечка немножко рухнула. У меня закончилась. Опять Лёльке из Тюмени. Привет и спасибо. Лаборатория Катрина. Ароматы и родного края. В предвкушении праздника. Просторы русской земли захватывают дух. Красота русской природы. Бесконечный аромат. В той Руси уникален. 350 грамм. Тут у нас была соль для ванн. В предвкушении праздника. Минеральные природные... А, минералы природной морской соли. Масло апельсиновое, мандариновое, имбирное и ЦЛ, хлор, наверное. Ну, короче, два каких-то хлора. 19-140 и 42-0-90. Прямо практически номер какого-нибудь Фаберлика. Предназначено для принятия ванн. Цитрусовый аромат создаст праздничное настроение, обостановит жизненную силу. Все действительно так. В общем, 100 грамм растворить. У меня ее где-то вышло, наверное... Ну, да, вот на 3 применения. Может, даже на 4, что-то не помню. Тут 350 грамм. У меня где получалось 100 грамм, где чуть поменьше. В общем, хорошая такая. Чуть-чуть совсем еще пахнет. Такими вот, ну, как бы, мандарин и апельсином имбирем. Действительно, вот так как-то ободрило все. Очень классно. Я у нас нигде не видела. Правда, я мало где бываю. Может, просто не смотрю. Ну, в общем, спасибо, Лёльке. Очень хорошая соль. Если вы там где увидите и любите соль и для ванн юзать по назначению, то я вам советую такую штуку. У меня, наконец-то, закончилось. В начале ноября я получила посылку. Вот тут вот ссылка. Или под видео, или засуну в этот самый буквку И такую. Где-то там в правом верхнем углу видоса будет. Это, короче, получила посылку из Украины. Японец-то я посылка с Украины. Кажется, так видос назывался. Извиняюсь, извиняюсь. Ну, я зимаю намного меньше теперь. Короче, от Алены с Украины. У нее есть канал, посвященный путешествиям. Кстати, очень классный канал. У меня он в этих вызбранных или как-то висит на основной странице канала. Я туда тыркаюсь. Когда вот я разбираю вещи, я на нее смотрю вот какую-нибудь передачу по телевизору. Как раньше вот не было от этого никакого компьютера. Были какие-нибудь эти интересные такие передачи о путешествиях. Короче, я ее так смотрю, она мне нравится. У нее там много чего-то узнаю. Но я так же за ходами, я на всех так за ходами прыгаю. То смотрю, то долго не появляется. В общем, у нас тут вообще-то она мне сказала, что это розовая вода. Тут в составе вода, роза, экстракт, короче, масло розы, потом алоэ вера, сок, потом экстракт еще кого-то там. Потом... Короче, много тут всего такого полезного. Хорошая пахла, такой вот... Знаете, гидролат розы, если вы когда-нибудь делали, или просто вот, ну, гидролатом розы пахло. Тут вот совсем чуть-чуть еще какая-то капелюшка осталась. Капелюшка осталась. Минус, конечно, в общем, я не знаю. Да, вот роза этой пахнет. Как-то оно иногда вот здесь вот... В общем, оно как бы тут вот дозатор такой хороший. Сейчас скажу. Оно, кстати, было зафольги... Было вот здесь вот пленочкой покрыто, вот это горлышко, и сама по себе зафольгировано. Прикольно так. Дозатор очень хороший, удобный, но иногда у меня наливалось так, что оно проливалось, а как-то через горлышко и капало. Но мне ее хватило на приличное время. Смотрите, ноябрь, апрель, февраль, март, апрель, май, июнь. Практически на 8 месяцев мне ее хватило. И вот она закончилась. Сейчас я юзаю свой самопальный тоник, который делала аж 2 ноября 2017 года. Чуть пораньше, чем получила эту посылку. В общем, Лене очень большое спасибо, очень классная вещь. Это у нас Made Labs. А, не так прочитала. Madre Labs. Лэпс или типа того. Тоник, короче, розовая вода, или как-то так. По-русски не пельмес, а салоэ вера написано. Натурал, нежность, очищение, тонизирование, и что-то еще. Как мне в каком-то стриме сказали, что это вообще не... Я думала, что это сделано на Украине, но это типа того, что где-то там в Америке делается. Я вообще не обращала внимания, где-то оно делается. Вообще тут написано, не в Америке делается, тут он индийский адрес. Короче, в общем, индийская производство. Это очень классная штука, экономичная, хорошая. Я им чисто вот протирала физиономию. Так, сюда она. Ну и ссылка, соответственно, на нее будет в инфобоксе, или там буква И, как я говорила, или может даже сделаю подпишись на человека. Если вы любите путешествия, то вот вам надо будет на нее подписаться. Ну, я не говорю, что вот сию минуту, вот надо, но да, надо на нее подписаться. Подпишитесь на Алену. Это у меня очередная зубная паста. Закончилась профилактическая зубная паста, жемчужная, лазь, двойная мята. На самом деле, там еще вот я сегодня выдавила. Я думаю, может там еще чуть-чуть совсем выдавиться на зубную щетку. 130 миллилитров, 170 грамм. Сделано трио Орбита, СП, Россия, Кировская область, город Кирово, Чапецк и бла-бла-бла. 24 месяца срок годности. Что-то она какая-то дофига бюджетная, но у меня зубы практически молочные, как я уже говорила. Кто-то мне писал в комментах, я типа, тебя очень люблю, но ты про такое говоришь, а сколько тебе лет? Ну, я, ну, короче, хочу сказать тем, кто меня очень любит, но когда узнает, то, что у меня зубы молочные от возраста, они не зависит. Генетическая мутация сию. В общем, я вроде как обещала снимать так, чтобы видно было, а тут сама все отталкиваюсь от камеры, вот это только поблизи, 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 поблизи. В общем, вот, зубная хорошая паста, 3-4 дюбик. Мне такую дарила, или две, даже, или одну дарила, как-то подружка Дашка, она ко мне приходит, она говорит, что, у тебя еще эта паста, которую я тебе подарила? Я говорю, ну, у меня еще такие парочка было. В общем, закончилась она. Тут, может, на раз остался, но я решила обозреть, потому что, ну, что он у меня закончится, паническая пенза, 100 миллилитров, бла-бла-бла, подарила мне его Лелька опять из Тюмени, это вообще, он мне очень нравится. Тут, конечно, написано, что надо массировать по 5 минут каждую ногу, я не знаю, у меня не, мне не, меня не хватает лично 5 минут тратить на массаж ноги, вот это, учитывая, что рукой массирую, ибо рукой ты массируешь этим скрабом. Мне кажется, у меня на руке кожа начнет куда-нибудь издеваться, и это, он хороший такой скрабик, не знаю, сколько по времени я его массирую, но точно не 5 минут, чуть меньше, может 2 минуты, может 3 минуты. Ну и да, вот хороший скрабик. Я даже, я на меня тогда что-то спросила в посылке, когда вот последняя посылка, там большая такая посылка, видос такой большой, типа, что, хочешь, говорит, что-нибудь такое, хочешь, может, я ей сказала, я правда не помню, про него я говорила или нет, ну, как-то я от балды ляпнула, а человек вот, действительно, сделал приятно, очень хороший скраб, очень мне он нравится, спасибо Лельке большое, у вас какие-нибудь там проблемы с пятками или вообще любите скрабики, то вот Гринмама хороший скраб. Ну и в принципе у нас тут состав нормальный, вода, пенза, коалина, в смысле глина, да, какая-то фигня растительного происхождения, еще какая-то фигня растительного происхождения, кунжутное масло, льняное масло, экстракт тысячерестника, афирное масло лаванды, масло кедра, какая-то фигня искусственного смысла, растительного происхождения, агар, и еще там какая-то хренатень. Вообще они уверяют, что у них парабены используются исключительно из этих каких-нибудь там клюковок, брусничек, но тут никаких звездочек не стоит, может быть какие-то просто парабены. Ну короче, в общем хорош, раньше у них эти парабены действительно стояли со звездочкой, сейчас парабены без звездочки стоят, но по мне в принципе не особо сильно важность какую-то играет, если у вас сильная попоболь от этих парабенов, то можете конечно не покупать такой скраб, скраб для ног, вот тут написано даже отшелушивающий крем, в общем хороший, спасибо, Ленке. Так, у меня закончилась, ну не то, чтобы закончилась, она на половину, закончилась, срок годности у нее до 5.07. это питательная маска для лица с маслом африканского дерева с непредзаемное питание. Очень она мне нравилась, очень хорошо увлажняла, 75 миллилитров, планета, спа, Эйвен, вот, я ее, мне сначала, я помню, давно подарила Женька, ну как, не то, что подарила, у нее она была наполовину использована, и она решила, что моей коже сейчас она лучше подходит, чем ее. Ну и так она мне понравилась, я заказала тогда Эйвен ее себе, что-то вот, мне потом столько всяких разных масок подписчики дорогие надарились, спасибо вам большое, но что я про нее как-то забыла, она у меня стояла на самом видном месте на столе, даже вчера собиралась ей попользоваться, но забыла. Может быть, сегодня еще попользуюсь все-таки, ну как у нее тут 5 дней осталось жизни-то, да? Я ее даже пользовала на руки, вот, ну, когда у меня кожа очень сухая была, и вот, кстати, на руки и на лицо, и, слушайте, кожа такая хорошая, в общем, если у вас вдруг лежит такая маска, на лицо, ну, не идет сейчас у вас на лицо, не надо его супер увлажнять, а руки не очень такие, то можете это зафигачить. Тут, короче, нанести на кожу лица, оставить на 10 минут, затем смыть водой. Ну, и срок годности 3 года производства, с указанной датой. Внимание, избегайте попадания в глаза, храните не заступно для детей вместе, бла-бла-бла. В общем, я ее использовала так же, как маску для рук. Хорошо увлажняет. Пока я ее отставлю, может, все-таки сегодня на нее дойдут руки уделать ее окончательно. Закончилось у меня масло акация. Я вчера делала себе этот самопальный дедик, у меня что-то восковый. Ну, короче, надо мне его, наверное, перетапливать, наверное, туда слегка меньше масла кокоса положила, потому что он очень крепкий. Я как-то тогда не очень глянула в свою инструкцию по применению и делала на глаз по памяти. В общем, в итоге я сделала на основе вот этого вот масла. Не смотрите, что его мало, я еще отливала тогда в этот, кто видел обзор того, что я собираю в деревне в плане уходовой косметики, то там вот как раз есть такое немножко. Масло саванри у нас и флоран. Тут смесь вообще нескольких масел и комплекс 11 растительных масел, экстракт ромашки. И я сюда добавляла, у меня тут где-то даже бумажка была, что я туда добавляла. В общем, у меня тут было 4 капли эфирного масла, чайного дерева, вот этого как раз 4 капли тут и оставалось. Все, потом вышло 60 капель шалфея, потом 50 лаванды и 22 капли розы, чисто вот это. 29-го это я вчера как-то делала. У меня тут даже, по-моему, время написано. В 10-20, в 10 утра, короче, его делала. И я его использую сейчас как дезик, вместо, ну, дезик для подмышек, да, и дезик, крем, масляный крем масла для ног, короче, после душа я лапки, нижние конечности мажу и вот эти подмышки свои. В принципе, нормальный. Вот, по-моему, такой состав даже оптимальный вариант, потому что я помню, все делала себе масляные дезики, они на некоторых, из некоторых масел, некоторые масла, все-таки оставляли от среды на одежде, как я потом поняла, хоть я и рекламила его, что он впитывается и ничего не оставляет, но все-таки аккуратнее с подбором базовых масел подходить к этому делу. Ну, в общем, вот у меня несколько капель ушло туда. Вот оно закончилось. Нифига там в нем нету. Это у нас Мирола Натура, чайное дерево, 100% эфирное, 10 миллилитров, и оно бы еще жило и жило, но ушло у меня раньше. И вот Мирола Натура я покупала такие в аптеке чаще. Как-то покупала на Озоне именно этой фирмы. В общем, короче, хорошие вот эти эфирные масла именно вот. Мирола, это в принципе та же самая Мирола, которая в фикс-прайсе продается, в аптеке она продается или где-нибудь еще продается. И ее подраздел Мирола Натура или Мирола Натурал, как хотите, Натурал, Натурал. Короче, Мирола Натура. В общем, хорошие вот эти эфирные масла именно вот это Мирола Натура. Вот как раз забыла девочка, которая живет сейчас в Израиле, она меня как-то спрашивала про масла эфирные. Вот тут. Вот, поближе даже постараюсь поколать, чтобы камера сфокусировалась. Вот. Вот такие вот масла именно вот этой фирмы очень хорошие. Советую. Так, что у меня тут еще? У меня закончилась коробочка, правда, уже куда-то уфигачилась. Хади, Кади, точнее, Роза. Ну, тут вообще была смесь масел, масла для тела и всего остального для всех типов кожи. Это у меня было в посылке в коробочке красоты отель бокс или как-то так. Тут 10 миллилитров. Я так поняла, что это полноценный флакон 10 миллилитровый. Я его использовала в основном как масло для лица, но вместо крема масло для рук вместо крема. Также иногда тушку пару раз, может, мазала после душа. Иногда как масло вроде крема для ног. Это мне прислала тогда в свое время на мое имя подписчица Ирина, которая первая верующая в люльку, приезжала ко мне в прошлом году из Москвы. И вот это вот как раз масло закончилось. Хорошее очень, мне понравилось. Спасибо за возможность попробовать. Я даже не знала, что такие существуют. Ну, в общем, классное. Спасибо. Ну, если увидите, и вы, допустим, летом вот хорошо такое масло, или наоборот, вы как-то не очень любите крема, крема для вашей кожи жирные, или не всегда подходят вам какие-либо крема, то вот предпочитаете масло вот такое хорошее, короче. Я, правда, без понятия, сколько оно вообще стоит. Так. У меня закончились от Леванты от Тани Китаевой вторая верующая временно верующая в Лёльку, бывшая подписчица, которая ко мне приезжала. Не сошлись мы с ней во мнениях, скажем так. Не буду говорить в каких во мнениях, но кому интересно плейлист, я даже ссылку на него дам в видео в этой буковке и моих музыкальных обзоров с Юпинка созданный. В общем, в этом мы с ней не сошлись во мнениях. Лен, сейчас попробую прочитать. Я так поняла, что у неё в принципе канал, ссылку на её канал я оставлю, конечно же, в инфобоксе. Как бы человек мне сделал приятное, почему бы не отрекламить её канал. Она, насколько мне известно, увлекается парфюмерией, ну, потом муж у неё там какой-то с музыкой как-то связан. Ну, если конкретно, то отсылка опять к музыкальному плейлисту. И она состоит в группе, в которой она меня затягивала. но мне как-то она... Я когда раньше сидела, была на контактовой группе Ирисок и внештатно админила её, помогала, короче, админом, без какой-либо намёка, что сделать у меня кем-то или ещё что-то. Короче, там была такая тема парфюмерной посиделки. Посиделки, закрытая группа и туда можно было попасть только по приглашению админа, по приглашению кого-то из участников. Она меня приглашала туда вступить, вот когда-то мне это действительно было интересно, обмен парфюмами, что-то я даже на Ирисках менялась, а вот какие-то духи и фреши мне нравились, каких-то у меня не было, каких-то было дофига. И там можно, я так понимаю, продавать какие-то вот межсобойчик духи какие-то или от Леванты делать что-то в этом роде, или меняться. В общем, есть такие парфюм-посиделки, до сих пор они оказываются еще живы. И вот это Эленсия, Сия, Эленсия, наверное, Принхолегонии, если я правильно прочитала, ну, как-то так. Честно, я его сначала вообще не поняла, и я не хочу никого обидеть из тех, кто любит какие-нибудь крутые ароматы, то, что называется люксом. Сначала для меня оно пахло какой-то мочой корови или еще что-то. Вот, когда стало тепло, оно стало, оно как-то на мне стало по-другому раскрываться. Я их даже с удовольствием немножко поюзала. Но, по-моему, они не особо стойкие, вот чисто на мне. Не заметила я такой какой-то стойкости, вышел на улицу минут через сорок, уже нифига ничего не чуешь, никаким местом. Не знаю, как передать, Аленка бы сказала бабушкин аромат. Но, мне кажется, это вот, ну, не тот бабушкин аромат, который бабушкин аромат. Моя бабушка, допустим, любила этот, цветы России ландыш или жасмин. А еще ей нравился эликсир, который классический и фрошевский. Ну, по крайней мере, я ей когда дарила, и оно нравилось, оно пользовалось с удовольствием. В общем, что-то такое странное, я могу чисто по буквам прочитать, может быть, вы там поймете, забьете в поиск и там прочитаете отзыв какой-то конкретный про эти пирамидки. Е, Л, Л, Е, И, С, которая доллар, и А. Потом П, Е, Н, Эйч, которая как Х, которая как Н, да, А, Л, И, Г, которая вот такая вот, О, Н, и, наверное, и на конце, или что-то такое. Ну, в общем, спасибо Тане за возможность это занюхать, но что-то оно ко мне как-то не прижилось. У меня закончились. Я хотела вообще их кому-нибудь задарить. У меня там что-то, видать, стекло, потому что в пакетике мокренько. На пакетик положить, а то в рук. Хотя нет, через пакетик ничего не протекло, но я тут в Лейвановском плате как-то, если оно сейчас уляпается, его придется стирать, то в чем мне сейчас идти на улицу. Ну, как бы есть в чем, но все же. Это у нас минька, туалетной воды, несколько нот любви. Другой вариант. Тут парфюмерная вода по-другому бахнет. В общем, она мне долго стояла, то ли пришла в подарок, то ли выдали за покупку какую-то, то ли на день рождения в подарок дали в фреши в бутике. Вот оно мне напоминает вот это вот. Когда стало тепло, оно вдруг у меня внезапно пошло. Тут даже, ой, оказывается, еще что-то осталось, какая-то капюрюшка, до этого не выкапивала. И, короче, говоря, вот сама парфюмерная вода мне очень нравится. Мне Лена, подписчица, которая Минск-Москва, присылала огромную такую посылку. Как-то это ее блокнотик, вот, я его юзаю с удовольствием по всяким, по всяким там записям. И листочек как раз был выдран из него. Короче, присылала она мне этот, по-моему, она присылала несколько нот любви именно парфюмерную воду. Она у меня стоит, не распакованная еще, еще распакованная, которую я сама покупала. Она мне очень нравится. А вот несколько нот любви туалетка, ну, такая очень сильно на любителя. У меня вот кто-то из друзей нюхал, им нравилось. А мне, в общем, она как-то у меня совершенно случайно выпрыскалась. А вот пока она была, я ее как-то заюзала. А потом, вот, ну, закончилась, не мое это. Повторно бы не стала ничего покупать. Вот у меня практически закончился, тут, может, на один мазок еще остался. Мазок, сказала так. Это у нас и фраше бальзам для губ. Так, у меня, значит, две ссылки пока что получаются. на Таню Китаеву и Алену с ее путешествующим блогом. Так, а на Лельку там, видимо, ссылок никаких. Вот это как раз Лелька из Тимени мне присылала. Таифра Шельская, Минька, блядь для губ, не помню, что тут где-то написано, наверное, было, что-то такое. Какая-то там роза. Может быть, и не какая-то роза. Но обычная Минька, вот эта вот. Сейчас она у меня поверх помады от NYX, которую мне Влад задарил, оранжевая. Кто-то в комментах писал, что теперь я конкретная пингва, потому что вот у меня желтенький такой ротик. Я его наносила чисто вот как поверх бальзама для губ, поверх просто губ, поверх какого-нибудь цветного бальзама или помады для губ. Короче, мне нравятся вот эти Миньки. Раньше очень много приходило в подарок. Я стабильно раздаривала их Женьке, потому что они ей нравились. В общем, спасибо, Лельке. Так как она еще слегка тут на один может осталось. Сюда поставлю, чтобы совсем уж заюзать. Так. Вот у меня еще. Не то, чтобы закончилось, но я его хотела сегодня вечером уделать. Это вот я еще сама, по-моему, покупала. Это мой любимый Эван Сенсос отшелушивающий скраб для тела цитрусовый заряд пробуждения с витамином Е 200 мл. Сколько я этих тюбиков истратила? Я даже не знаю, 5-й, наверное, это или 6-й. В общем, вот я пробовала розовый и голубой тоже вот эти скрабы гамажики эйвоновские, но мне почему-то, хотя по составу в принципе то же самое, что вроде как цвет или аромат разный, но вот этот мне больше всего нравится и аромат, и такой нежный отшелушивающий эффект. В общем, если вы любите скрабики типа гамажа, типа и фрашевских, допустим, бывших призернатурок, такие нежненькие, в таких же вот похожих тюбиках, или фанаты эйвонов такие мягкие гамажики, то я вам очень советую, очень хороший, классный скраб, он мне нравится. Так. Почти закончилась, опять же, ссылка на Таню Китаеву. Это она мне привозила для Рош Пасай, или Пасай, хрен его знает. Тут, наверное, где-то написано, но у меня, наверное, все уже стерлось, чертовая бабушка. Это пробник, 50 миллилитров, мицеллярная вода, ультра, хорошая, мицеллярная вода. Единственное, когда вот ее смываешь, надо после, ну, я-то использовала чисто смыть бальзам для губ, да, там какой-нибудь фигню, после вскрытия вот 6 месяцев тут написано, фигню, короче, как он там, макияж губ только я юзаю, да, и вот только с макияжа губ я ее, чтобы удалить макияж губ, я ее пользовала, и вот надо потом, если что-то будете есть или пить, надо все-таки умыться, или просто тоником каким-то протереть, потому что вкус неприятный на губах остается. А так, очень классная штука, тут совсем чуть-чуть осталось. Я ее обозрила, потому что, ну, она закончится к вечеру, вот после этого видоса, может. Уж лучше сейчас обозрить. Так, еще одни дочери у меня тут закончились, еще какая-то хрень. А, это у меня штучка, которая была вот в этом, вот в этом, и чтобы вот чего, чтобы достать остатки вот этого масла, пришлось вот эту фигню достать, потому что оно, ну, не выкапывало. Там масло еще осталось, это розовое, Кадди, а благодаря вот этой фигне оно не давало выйти ничему. Так, все, наверное, пакетик, скорее всего, пойдет или последующие пустые баночки, или под мусорик. Перерабатываем мы, потому что он внутри какой-то не знаю, от чего мокренький. Кто у меня там из этих товарищей тек? в общем, у меня закончились духи, которые мне прислала Лена из Минска-Москва, по-моему, канала у нее своего нет, или есть все же, я не помню, а у нее там были какие-то старые видео про кошечек. Короче, в общем, это у нас Мэри Кэй, у нее был какой-то набор Мэри Кэй, неполный, она мне писала, что вот Мэри Кэй, мне так нравятся некоторые духи, там какие-то духи Мэри Кэй, она говорит, ну, у них срок годности типа того, а какая разница, у духов срока годности практически не бывает, если их правильно хранить, но вот она мне прислала, мы с Машкой еще решили, что они пахнут, как раньше, вот пахли Биг Мосс, если кто-нибудь такие духи когда-либо слышал, увидел, то вот мои первые вообще духи были, это Элизабет Орден, это чайное дерево, вот это вот, Грин Тиле, как там он, и Биг Мосс. Ой. В общем, вот оно пахло именно как Биг Мосс, как оно тут называется, я, наверное, сейчас не скажу, что-то тут вообще мелко так настолько, только вот что годит до какого-то там, ну, вот в таком флакончике, я думаю, что от Минки там у них есть, думая о тебе, такая кругленькая баночка с голубенькой крышечкой, она у меня или закончилась, или еще есть, и я как-то такую, думая о тебе, покупала у консультантов, когда у нас была генеральная репетиция моего первого спектакля про мухоморную сказку в социальном центре Данка, и вот, такие, такая же, она так и осталась, я думаю, что вот, кто знает Мэри Кэй, то, наверное, просто по флакончику сможет определить, что это такое, изменяя каких флакончиков, ну, в принципе, мне понравились хорошие такие дужки были, спасибо, Лене, ну, и, что-то, а, вот эти, думая о тебе, они очень напоминают одну из со снятых уже, снятостей, и фрошерских ходу любви, такие, которые сердечками, типа, были флакончиками, как бутончик розов, с таким сердечком, в общем, вот, такие у меня были пустые баночки, июня, всем спасибо за просмотр, кто до конца осилил, проходите по ссылкам в кружочке и на Таню или Лену, точнее, Алену, ну, Лена, Алена, ну, если Алена меня увидит, то и ей Лена не катит, то пусть меня поправит, ну, на всякий случай, пардон, короче, на Алену и Таню Китаеву, и подписывайтесь, соответственно, на них, можете еще и на меня подписаться, если вы еще не подписаны, и пришли просто мимо, и тнулись на этот видос, и внезапно осилили до конца, ну, мало ли там этот, Лелькины, флюиды положительные, на вас так повлияли, на тех, кто мимо шел, я селил до конца, всем пока!